Шестой класс, 29 серия. Решение задач. Задача первая. Ваня написал три различных натуральных числа, сложил большее со средним, получилось 97. А когда из среднего вычел меньшее, получил 47. Назовите большее число. Обозначим эти числа А, В и С. Меньшее А, среднее В, большее С. Итак, если сложить среднее и большее, получится 97. А если из среднего вычесть меньшее, то получится 47. Из этих двух равенств получаем, что А плюс С – это 50. То есть, если вычесть из верхнего равенства, вот это равенство, то получится А плюс С – это 50. А теперь надо подобрать значение А, так, чтобы оно было наименьшим. Числа натуральные. Давайте начнем с единицы. Если А равно 1, тогда С – 49, а среднее число – 48. Все получается. Если же А больше, чем 1, например, 2, 3 или еще больше, то тогда С не будет наибольшим. Получится, что В больше, чем С. Значит, единственный возможный вариант А – 1, В – 48, С – 49. Надо назвать большее число. Большее – 49. Задача вторая. На 260 рублей купили 25 блокнотов. По 20, по 10 и по 1 рублю. Сколько купили блокнотов по 1 рублю? Итак, обозначим за Х число блокнотов по 20 рублей, за У число блокнотов по 10 рублей и З блокнотов по рублю. Всего блокнотов было 25. Х блокнотов по 20, У – по 10 и З по 1. 260 рублей. Так, теперь можно вот из этого равенства выразить З через Х и У. То есть, З – это 25 минус Х минус У. И во второе равенство подставить вместо З. 25 минус Х минус У. Так, получится уравнение с неизвестными Х и У. После преобразований получаем 19х плюс 9у – 235. А теперь надо решить перебором по Х. Х – натуральное число. Начинаем перебор с единицы. Если Х – 1, тогда У будет 24, а З равен 0. Получается, что блокнотов по рублю вообще не было. И еще одно значение подходит. Если Х равен 10, тогда У – 5 и З – 10. Значит, купили 10 блокнотов по 1 рублю. Задача третья. Пассажирский поезд проходит расстояние между городами за 4 часа, товарный – за 5 часов. Оба поезда вышли одновременно из городов навстречу друг другу. Через сколько часов они встретятся? Допустим, расстояние между городами – Х километров. Скорость первого поезда – Х делить на 4 в километрах в час. Скорость второго – Х делить на 5 в километрах в час. Значение суммы – это скорость сближения. Так, можно сократить вот эту дробь на Х. Тогда получится числитель 1, а в знаменателе – вот значение суммы этих дробей. В знаменателе получится 9,20. Единицу, если разделить на 9,20, будет 29 часа. 2 часа и 2 девятых часа. Задача четвертая. Насколько процентов увеличится площадь квадрата, если периметр увеличить на 20%? Если периметр увеличить на 20%, каждая сторона увеличится на 20%. Значит, сторона будет не Х, как была раньше, а будет 1,2 умножить на Х. Площадь квадрата – это 1,2 Х в квадрате. Это будет 1,44 Х в квадрате. Процент сотая часть. Значит, если была сначала площадь Х в квадрате, а стала 1,44 Х в квадрате, значит, увеличение на 44%. Задача пятая. Надо разгадать головоломку хитори. Вычеркнуть повторяющиеся числа так, чтобы ни одно число не встречалось в любой строке, в любом столбце чаще одного раза. Зачеркнутые клетки могут касаться углами, но не сторонами. Незачеркнутые образуют единое белое пространство. То есть не должно быть незачеркнутых, которые со всех сторон окружены зачеркнутыми клетками. Так, ну давайте начнем разгадывать. Обратите внимание, в первом столбце две тройки, между ними единица. Одна из троек будет зачеркнута. Значит, единицу надо обвести в кружок. Так, дальше второй столбец. Две единицы, между ними пятерка. Значит, пятерку надо обвести в кружок. Так, в третьей строке три единицы подряд. Значит, надо оставить ту, которая посередине, а те, которые по краям, зачеркнуть. Потому что зачеркнутые не могут иметь общую сторону. Так, а теперь, как только какая-то клетка зачеркнута, сразу обводим в кружок те, которые соседние с ней по стороне. Потому что нельзя закрашивать две соседние клетки, которые имеют общую сторону. Так, сразу обводим в кружок. Как только обвели в кружок, сразу просматриваем. Если в какой-то строке или в каком-то столбце есть такое же число, его надо зачеркнуть. Например, в четвертой строке есть четверка. А одна четверка обведена в кружок. Значит, эту надо зачеркнуть. Здесь обводим в кружок. Так, дальше. В левом столбце обведена единица и обведена тройка. Значит, надо и тройку зачеркнуть здесь в кружок. И единицу внизу тоже надо зачеркнуть. Так, здесь обводим в кружок. Так, здесь обводим и здесь обводим. Так, дальше. Вот в этом столбце обведена четверка. Значит, эту четверку надо зачеркнуть. А ту, которая по соседству, обвести в кружок. Так, проверяем дальше. Надо обвести в кружок вот эту тройку. Иначе единица будет со всех сторон окружена зачеркнутыми клетками. В правом столбце есть еще одна тройка. Ее надо зачеркнуть. А те, которые по соседству, обводятся в кружок. То есть, каждая клетка либо зачеркнута, либо обведена в кружок. Так, вот в этом столбце есть двойка в кружке. Значит, эту надо зачеркнуть, а эту обвести в кружок. Все, делаем проверку. Все верно. Задание выполнено. Задание выполнено.